Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас в начале очередной торговой недели. Сентябрь у нас продолжает набирать обороты. Мы с вами ждем те события, на которые изначально настраивались. Первое из них это заседание Европейского Центрального Банка, которое состоится уже в этот четверг, где Марио Драги уже вряд ли отвертится. Придется ему напрямую уже давать самые настоящие четкие сигналы о том, что же будет дальше с программой количественного смягчения, потому что уж больно затянулись сегодняшние спекуляции на эту тематику. Нужны непосредственно самые настоящие конкретные заявления от тех лиц, которые лоббируют, принимают эти решения. В данном случае у Драги есть все возможности, все основания, и я надеюсь, есть уже четкое понимание, что сидеть опять же в стороне, не предпринимать ничего, отмалчиваться более нельзя, потому что тот курс, который мы наблюдаем по европейской валюте, он все равно цепляется еще за сопротивление тысячам, точнее 1,20 по паре евро-доллар, уровень, который мы еще неделю назад окрестили с вами как абсолютно разрушительный для показателей торгового баланса, для таких понятий, как конкурентоспособность национальных производителей, и самое главное, разрушительный для тех действий, которые ранее были предприняты. То, что если евро сейчас позволит удержаться на текущей планке, мы даже не говорим о том, чтобы закрепиться выше, удержаться на текущих значениях, то Европейский Центральный Банк своим бездействием, если не отправить евро ниже, может в прямом смысле смыть в унитаз тот самый прогресс, который они планировали добиться по разгону индекса потребительских цен за последние 2-3 года. Напоминаю то, что рост курса национальной валюты в купе с ценами на энергоносители – это два основных базиса, которые влияют на показатели инфляции. А то, что индекс потребительских цен, как еврозоны, далек от цели в 2%, это то, что и заставляет нас сейчас и год назад, и я думаю, что еще пройдет немало времени, по-прежнему спекулировать и говорить о том, что без стимулов еврозона не справится. В общем, ждем четверг, ждем это важное событие, важное для того, чтобы определиться с даже долгосрочными перспективами евро. Помимо этого, у нас в сентябре, как вы помните, ну не то чтобы скоро, но совсем скоро, скажем так, относительно, у нас заседание американского регулятора, и мы пока что не ориентируемся на еще одно повышение процентной ставки, но хотя бы сокращение баланса, либо тоже расписанная дорожная карта, того, как это должно быть, должно все-таки стать поддержкой для такой же долгосрочной идеи по доллару, как и снижение евро, то есть долгосрочной идеи по европейскому валютному активу. Нам нужна поддержка для американцев, мы стараемся найти эту поддержку, искать тщательно в фундаменте. Одни отчеты радуют, выходят лучше прогнозы в ожидании, повышают вероятность нормализации денежно-кредитной политики. Другие отчеты уже смещают, опять же, акцент и внимание трейдеров на более скромные ожидания таких изменений, более жесткой монетарной политики. Балансовое, скажем, состояние, равновесное состояние сохраняется, достаточные покупатели и продавцов на рынке. Кто-то из вас продолжает ставить на снижение, американцы, ну я думаю, что большинство все-таки, так же, как и я, берет, что американская валюта обязана расти. И если бы не тот коллапс, опять же, форс-мажорный, который, к сожалению, снова повышает спрос на защитные инструменты, наверное, мы бы уже давно видели доллар, гораздо выше текущего значения доллара, который даже еще не получил конкретики по реформам Трампа, но уже достаточно заряженный на ожиданиях того, что более жесткая монетарная политика станет реальностью хотя бы еще в формате одного шага до конца 2017 года. Поговорим мы также и о долларе, по американцу у нас на этой неделе. Тоже очень много важных отчетов. Каждый сейчас последующий релиз действительно может быть использован представителями американского регулятора в ходе следующего заседания, чтобы подчеркнуть, подкрепить позицию того, что вектор монетарной политики, он остается неизменным. Мы будем даже быстрее, скажем, реагировать на эту статистику, потому что до заседания, говорят, еще нужно дожить. Оно не на этой неделе, на этой неделе у нас еще целый блок статистики. Мы попробуем сделать выводы ранее, чем об этих выводах, либо какие-то результаты по факту этих релизов нам будут озвучены со стороны ФРЭС. Но давайте сначала с рынка нефти. Несмотря на все наши вербальные старания уйдить бренд ниже 50 долларов за баррель, все равно мы с вами вернулись к верхней границе узкого канала консолидации, границы, которые пока держатся, это 52,5 доллара за баррель. Кстати, закрыли мы пятницу даже повыше, 52,75, но сейчас вот отступили снова к этому уровню. Канал консолидации, как вы помните, примерно 50-52,5, я думаю, что можно даже нижнюю планку подтянуть к 51 доллару, держится на протяжении длительного периода времени, больше месяца. И для нас это, да и не только для нас, для всех трейдеров, которые ждут каких-то интересных движений, и в идеале бы движения, которые совпадают с расчетом и прогнозом, наблюдать то, что котировки, может быть, и внутри недели демонстрируют волатильность, но все равно закрывают на уровнях, которые остаются неизменными в такой долгосрочной перспективе, это не есть хорошо, это многих заставляет нервничать, потому что все-таки очень много денег в рынке, очень много денег задепонировано, очень много денег захолдировано в залогах, но если уж вы выбрали нефть в качестве того актива, которым торгуете, с этим нужно смириться, это должно. Особенно если вы уже настолько выросший фундаменталит, что понимаете, что торговать нужно прежде всего долгосрочно. Если, опять же, делать акцент на спрос и приложение сырьевого рынка. В отношении нефти, с чем мы работаем? Сейчас можно сказать то, что мы наследуем, опять же, тот новостной фон, который копили за дня в день в рамках прошлой недели. Мы с вами анализировали последствия тропического шторма Харви, говорили о том, что этот шторм, видя, опять же, те ожидания, которые присутствовали на рынке, и обсуждая те идеи и разговоры, которые также в нем присутствуют, что ураган Харви является настоящей угрозой, и, в принципе, я думаю, что по статистике мы это увидим угрозой, для показателей переработки нефти. А поскольку те цифры по приостановке работы производственных мощностей в Мексиканском заливе, кто-то говорит, что примерно 15-16% было выведено из строя, кто-то говорит, что 20%, кто-то говорит, что все 30% нефти перерабатывающих заводов, это, на самом деле говоря, про весь Мексиканский залив, который оказался в поле и, скажем, в масштабе вот этого риска от тропического шторма, для масштабов Соединенных Штатов Америки это очень много. Если говорить про объемы добычи, то Мексиканский залив это лишь верхушка аспекта, а переработка это концентрация, опять же, этих самых производственных мощностей, поэтому обозначая то, что из-за тропического шторма многие из них будут вынуждены, опять же, встать на паузу, приостановить свою деятельность, позволило нам сделать вывод о том, что запасы должны расти. Ну вот ждали мы отчет в среду, от администрации электрической информации хотели увидеть подтверждение нашей идеи там. Если тропический шторм действительно так, хотя тропический шторм, если уж совсем по таким, скажем, терминам говорить, это не тот статус, который создавал больше всего риск ураганов, который четвертого уровня такого, скажем, масштаба достиг Харви, потом его степень разрушительности понизили до статуса тропический шторм. Но все равно это стихийное бедствие, которое настраивало нас то, что в среду от администрации электрической информации мы, скорее всего, увидим статистику по запасам, если уж они снизятся, то на совсем символичную цифру. Но пока что ожидания не оправдались. Запасы, как вы помните, просели больше, чем на 5 миллионов по нефти, это много. И тут же эксперты, которые следят непосредственно за нефтянкой, говорили, что пока что этот шторм не нашел, не дисконтировал, опять же, своего эффекта в этих отчетах. Но статистическая картина будет меняться уже со следующего релиза. Следующий релиз у нас в этот четверг. Вы спросите, почему четверг? Потому что сегодня в Штатах день труда, праздничный выходной день, поэтому все релизы у нас едут, как и всегда, в такой ситуации на сутки вперед. Вот обычно мы в среду анализируем эти данные, сейчас они будут в четверг. В общем, ждем в этот четверг статистику от Администрации энергетической информации. Ждем то, что в этот раз она будет отражать ситуацию с последствиями шторма. Ждем то, что запасы нефти могут даже, собственно, вырасти. Соответственно, что касается запасов того же самого топлива, бензина, то запасы должны отрастись, поскольку из-за, опять же, снижения показателей, нефтепереработки, это тоже логичное следствие. Параллельно будем следить еще и за объемами добычи. Как вы помните, в пятницу у нас статистика Baker Hughes показала то, что количество терминалов осталось на прежнем уровне. В прошлый раз у нас было снижение, сейчас заморозили мы планку, по-моему, в 759 единиц. Это тоже, своего рода, позитивный сигнал для медведей, потому что сохранение высоких показателей по количеству сланцево-боровых – это еще один потенциальный фактор роста нефтедобычи. Будем следить за новостями по ОПЕК. Давненько мы уже ничего новенького не слышали, потому как нам обстоят дела с энергетическим фактом. Ну, раз молчат, значит, нечего сказать. Если нечего сказать, значит, как и раньше, сделка неэффективна. И что об этом говорить, собственно. Это и без того понятно. Но если появятся сигналы о том, что все большее количество представителей и участников текущего соглашения все-таки уже подумывают о том, чтобы присоединиться к тем представителям, которые считают, что продлять уже его не нужно, тогда вам еще один негативный момент. В то же время, друзья, я вам отмечал еще в пятницу на основании того анализа и тех событий, которые мне удалось, скажем, вычленить рынка. То, что сейчас есть риски даже зарождения, ну, шторма в том же самом Сысканском заливе. Пока что мне что-то новенького поэтому найти не удалось. Мы пока от этой идеи оказываться не будем. Если что-то интересное будет, я расскажу. Но если рынок не обсуждает это, значит, давайте этого делать так же не будем и мы. Поэтому обсуждаем и анализируем, продолжая отследить за оценкой, уже, наверное, более реальной. Сейчас все, кому не лень, будут уже говорить про последствия урагана Харби. Мы присоединимся к анализу и обсуждению того, все-таки, в конечном счете, каким последствиями это провело по нефтедобыче и по загрузке производственных мощностей. И будем делать из этого такие же выводы. Российская валюта против доллара. Российскому валютному активу сейчас буквально все. Это и рост котировок нефти и слабая американская валюта. Поэтому по паре доллар-рубль мы видели, как оказалась позади, собственно, поддержка 58. Рубль укрепился даже ниже. Но сегодня вот с открытия, я думаю, торгов через 20 минут мы будем уже наблюдать обратную динамику. Потому что перекупленность, на мой взгляд, очевидна. И этот показатель перекупности российского валютного актива может быть пока что и с натяжкой. Но все-таки есть такое представление. Начинает предоставить угрозу и для показателей дефицита российского бюджета. Посмотрим, где пара завершит торговую сессию сегодня. Но если наш с вами расчет по нефтянке окажется верным, и с текущего уровня 52.50 мы все-таки снова начнем смещаться к нижней границе вот этого канала консолидации, то ослабление нефти приведет к просадке и рубля. Корреляция между этими активами, как я уже неоднократно повторял, сейчас снова высока. Рубль реагирует на поведение рынка черного золота. И если у нас есть долгосрочное представление о том, что будет с нефтью, я думаю, что и мои рекомендации, комментарии по поводу рубля являются излишними. Потому что вы без меня знаете, где должен сейчас быть рубль и где он окажется в ближайшее время. Доллар японская иена. Данные по non-farm payrolls, количество новых рабочих мест в месяц хозяйственного сектора. Это релиз пятницы, то есть первая пятница месяца и основной костяк данных по американскому рынку труда. К пятнице, к non-cap мы с вами подошли, заряженный фундаментом, довольно-таки позитивным, поскольку у нас были данные по активности в производственном секторе, у нас был отчет по экономическому росту, у нас была статистика по EDP, которая предваряет non-farm payrolls. И все эти отчеты не будут повторять по цифрам, вы, наверное, помните, если интересуетесь статистикой. И, конечно же, сигналы о том, что экономический рост вырос, потому что потребительская активность является основным вкладчиком в этот показатель, собственно, так же, как и рост кэптообложения компаний. Но это позволило нам говорить о том, что non-farm payrolls с большой долей вероятности должны нас порадовать. Но, к сожалению, статистика оказалась не такой, как мы хотели. 156 тысяч – это официальный отчет против прогноза 189 тысяч новых рабочих мест. Уровень безработицы 4,4% с 4,3%, средняя почасовая зарплаты, возможно, тот отчет, который оказал наибольшее влияние на нисходящую динамику доллара. 0,1% в уменьшенном выражении против прошлого 0,3%. Тут же на основании этих данных мы видели, как американец полетел вниз камнем. И американская валюта, в принципе, отражала ситуацию, которая развернулась и в отношении долгового рынка, и также стала отражать ситуацию падения индекса доллара. И если бы не еще один блок макроэкономических отчетов, которые были опубликованы следом за non-farm payrolls спустя, получается, полтора часа в 17.00 по московскому времени, по-моему. Это индекс разгона инфляции, ISM, индекс PMI и индекс активности в производственном секторе, также ISM. Ну, здесь комментарии, я думаю, что излишние. В целом, статистика в этом куче замечательная, чего стоит только один индекс активности ISM. 58,8% это максимальное значение за последние 6 лет. Есть даже на рынке позиция, что что-то не так. Статистикой где-то здесь есть очевидный прокол. Либо ISM слишком крутоват, и на самом деле ситуация не такая. Либо с non-farm payrolls, негативчики перестарахнутся, и ситуация может быть лучше. Ну, в любом случае, у нас данные эти будут пересматриваться. Посмотрим в следующий раз, каковой же была ситуация по американскому рынку труда. Ближе к концу торговой сессии снова на рынке вернулись обсуждения по поводу налоговой реформы. Я, друзья, честно не помню, именно кто из представителей администрации Трампа это сказал, поэтому не буду придумывать. Я думаю, что если вы зададите себя целью, вы сможете найти. Но комментарии были следующие, то, что налоговая реформа будет представлена нам на уже все увидения в ближайшие три месяца, то есть этой осени. Не знаю, конечно же, насколько верить этим комментариям, но а что нам еще остается? Если мы уж хотим использовать фундаментальную поддержку и знаем, откуда она должна прийти, то было бы глупо с нашей стороны не рассчитывать на эту самую поддержку. Сегодня доллар и японская иена снижается, и за эти выходные в новостном фоне, скажем, произошли такие изменения, которые снова повысили спрос на защитные инструменты. Я тут, к сожалению, ничего не могу поделать, поскольку форс-мажоры, о которых мы с вами периодически говорим, они остаются доминирующими идеями. Эти форс-мажоры с чем были связаны? Ну, во-первых, как вы знаете, Северная Корея снова выступили в формате основных провокаторов глобальной общественности, поскольку провели ядерные испытания в воскресенье. Если бы была возможность, скажем, дать им какую-то премию за нарушение спокойствия у планетарного масштаба, то точно это регион номер один, потому что вроде бы как геополитические риски начинают сходить на нет, как они буквально сами хотят, чтобы основа именно Северная Корея была в центре всевозможных скандалов и позволяла всем, кому не день третиковать себя за нарушение глобального мирового экономического порядка. Еще, друзья, очень болезненная тема для тех, кто сейчас торгует долларом, но понимают, какие есть глобальные риски впереди, такие тоже масштабные. Это вопрос повышения ремита государственного долга. В частности, на этих выходных рейтинговое агентство СНП, которое повторило позицию рейтингового агентства ФИЧ, они еще, по-моему, две недели назад говорили, что понизит суверенный рейтинг США в том случае, если правительство не поднимет лимит государственного долга в рамках этого месяца. СНП пошли еще дальше, но, безусловно, они тоже готовы действовать в понижательном ключе для суверенного рейтинга, если не будет такого решения. Но СНП позволили себе спроецировать ситуацию, как будет дальше развиваться событие. И позволили даже сравнить отсутствие решения по повышению лимита государственного долга с кризисом 2008 года, который начался с краха Лемен-Браткеса, как вы помните. Так вот, если действительно решения не будет, то последствия будут следующие. Правительство прекратит свою работу, штаты объявят дефолт, еженедельно будут терять до 10 миллиардов долларов. Соответственно, при таких потерях буквально через несколько месяцев, 3-4 месяца они вернут себя в состояние, собственно, рецессии. Ну и со всеми утекающими отсюда последствиями. Это разрушительный сценарий, крайне негативный. Я думаю, что это больше, скажем, прогноз формата сакса банка, который любит страшить рынок. Но, безусловно, интересно его обсуждать, тем более тогда, когда мы видим колоссальный спрос на защитные инструменты. И любой такой негатив, он только тем, кто вовремя поставил на рост иены, это возможность оправдать свои позиции и сказать то, что они все заранее знали. Но я думаю, что все мы прекрасно понимаем, что ранее сделанная ставка на рост защитных инструментов, опять же, по причине еще присутствующей деэскалации напряженности, и если вам удалось работать на защитных инструментах, это случайности. Поэтому случайности на финансовых рынках, конечно же, не место. Я понимаю то, что лучше зарабатывать на случайности, нежели чем терять на здравом фундаментальном анализе. Но все-таки и моя должность, то, чем я занимаюсь, это фундаментальный анализ, и мое обязательство перед вами следить за фундаментом и озвучивать его вам не позволяет мне, опять же, говорить о том, чего на рынке не происходит. Поэтому, если вы можете по факту того анализа, который провожу я, делать другие выводы, ну, вы большие молодцы, если зарабатываете на этом, вы тогда делитесь, опять же, вашим наблюдением на наших каналах, на форуме о маркетинге, на ютубе. Собственно, за это вам будут многие благодарны. По долгу, друзья, я думаю, что на фоне, опять же, непринятия риска, который сегодня с азиатской сессии довольно очевиден, пока что как-то срочно не будем сейчас покупать американскую валюту, даже несмотря на то, что хочется это сделать. А пока что попробуем действовать вместе с рынком и пересидеться в защите. В данном случае в японской валюте. Тем более, за прошлую неделю по совокупному результату нашей подкосрочной торговли очень много мы потеряли только из одной валютной пары доллар-канадец, когда она показала нисходящую динамику за 2-3 торговые сессии больше, чем на 250 пунктов. Собственно, и на нее пришелся весь убыток. На этой неделе мы будем пытаться отыгрываться. Для того, чтобы у нас вышло это, нужно попасть, скажем так, в струю тех тенденций, которые будут на рынке развиваться. В данном случае считаю, что в отношении пары доллар-японской иены мы можем поставить на локальную коррекцию. По европейской валюте здесь сразу перейдем к каркасочной сделке, поскольку у нас ставка на локальное ослабление доллара, повышенный спрос на защиту, европейская валюта в такой ситуации всегда выигрывает. Поэтому сегодня давайте попробуем поспекулировать в плане роста. А вот что касается негатива и долгосрочных ожиданий, друзья, здесь, как и всегда, ждем снижения евро. Если вы торгуете, скажем, на долгосрок, вы не метаетесь даже на то, что здесь купили, здесь продали. Стоите в продажной сделке, потому что на текущих значениях она принесет только прибыль. У нас резонанс, фундамент очень значительный. Мы накопили уже еще от выступления Драги в Джексон-Холле, собственно, комментарии, то, что политика будет мягкой дальше. У нас в пятницу комментарии Вальды Наводной, который позже повторил слова Драги о том, что без цели по инфляции, достигнутой в 2% от программы количества смещений, никто не откажется. У нас статистика по производственной активности еврозоны и Германии на прошлой неделе в пятницу она вышла. Производственная активность, которая, разумеется, должна страдать, если курс является болезненным для производителей. Индексы PMI, точнее индексы Market, которые анализируют производственный сектор еврозоны и Германии, просели, как вы знаете. Bloomberg, на словании всех данных, которые вышли в пятницу, позволил себе сделать прогноз, то, что до декабря вообще ЭЦБ даже не будет думать о том, чтобы где-то там намекнуть на нормализацию денежно-кредитной политики. Вот вам и весь расклад двухсрочный. Евро будет снижаться, обменный курс вынуждено, его высокие значения должны позволять нам придерживаться такой позиции. Фунт против американца. Здесь начнем с негатива, поскольку в пятницу пришли очередные комментарии относительно перековольческого процесса, где снова был сделан акцент на шантажирующую позицию Еврогруппы в адрес Англии. То, что Тереза Мэй не должна прогеняться, опять же, под теми заявлениями и требованиями, которые звучат со стороны Европейского Союза. Это и тот самый уже злополучный транш якобы фискальных налоговых обязательств, которые Англия должна оплатить перед Еврогруппой. Без него, собственно, переговоров не будет. До сих пор нет решений по этому. И считается то, что Англия сейчас на первых этапах, безусловно, должна быть более, наверное, требовательной тоже к Еврогруппе, потому что нельзя, чтобы изначально британские производители оказались в заведомо проигрышном положении. Поэтому мы с вами продолжаем следить, безусловно, за тем, как обстоят переговоры по этому вопросу. И видим то, что они, как и было ранее спланированы, не такие уж и гладкие. Рейтерс в пятницу сообщил о том, что Банк Англии не будет менять процентную ставку, мы с вами предполагали, до середины 2018 года. Рейтерс считает, это уже по опросу, конечно же, аналитиков, до 2019 года никаких изменений. Экономический рост будет снижаться. В этом году мы с вами ждем показателей, помните, в полтора процента по опросу, опять же, аналитиков Рейтерс 1,6. То есть сейчас позиция постепенно смещается к тому, что мы с вами хотели увидеть и планировать, исходя из того фундамента, который анализирован. А в 2018 году экономический рост будет еще ниже 1,3. И, конечно же, на фоне таких слабых экономических перспектив, но о каком повышении процентной ставки может идти речь. Поэтому по британцу, собственно, также по контракту CFTC, ассоциации фьючерсной торговли, мы видим то, что по комиссии тоже объемы. Мы сейчас указываем на то, что короткая позиция увеличивается, и фунт чуть ли не самым интересным инструментом с точки зрения 46 тысяч контрактов. Общая целая выросла до 52. Я тоже призываю вас сохранять короткие позиции и ждать пару гораздо ниже текущих значений. По Австралифу завтра у нас решение по процентной ставке, поэтому завтра на брифинге, собственно, поговорим о последствиях уже этого решения. Ну, я думаю, что вы и так понимаете, что ставку не изменят, полтора процента так и оставят. Очень важно будет посмотреть за справительным заявлением, за комментариями, которые сделает Резервный банк Австралии по экономическому росту, по всем глобальным рискам и по их видению о том, что будет с политикой дальше. Если австралиец каким-то чудом будет претендовать на движение в район 0,80, вы знаете, что здесь нужно делать. 0,80 – это планка, которая никак не поддается, опять же, австралийцу, и понятно почему. Потому что как только этот уровень начинает маячить, мы тут же слышим и комментарии представителей Резервного банка Австралии о том, что обменный курс настолько высок, что тормозит экономическое восстановление и инфляцию. Поэтому вот эти вербальные интервенции, которые звучат, а может быть даже не только вербальные, они сдувают, собственно, австралийца ниже сопротивления 0,8 и заставляют, собственно, снижаться как можно ниже. Потом уже, опять же, все зависит от того, что происходит с долларом и с национальным фундаментом. 0,8, если увидим, продаем, друзья, и снова ждем как минимум 0,78. Доллар канадец на этой неделе также интересен, поскольку решение по ставке будет в эту рассреду 0,75%. А сейчас она значится. Укрепление канадца, который, в принципе, и стал причиной тех потерь, о которых я говорил на прошлой неделе, стало следствием сильных данных по экономическому росту, которые повысили вероятность того, что в эту среду Банк Канады повысит процентную ставку. Я считаю, что не нужно пока настраиваться на столь позитивный расклад, потому что есть также очевидные риски еще и слабости промышленного сектора, и потенциального роста доллара, о котором мы говорили, и снижение цен на нефть, и низкая инфляция, пожалуй, я даже начал с этого. Это, может быть, самый важный стопор для решения ужесточения политики. Да даже по прогнозам сейчас аналитиков вы сможете увидеть то, что ставка, скорее всего, не изменит. Если ставку не изменит, это, безусловно, негатив для канадца, потому что он как раз и закладывается по тому, что какое-то решение должно быть озвучено. Если решения не будет, то тогда быть, собственно, место разочарованию по потенциалу откат по канадца, то есть в данном случае, если мы говорим про пары USDCAD, это восходящее движение может превысить даже 150 пунктов. Я думаю, что в последний раз можно сделать ставку на канадца, и если в очередной раз, скажем, позиция укажет на то, что канадский доллар укрепится, и мы в очередной раз по канадцу попадем в просаг, ну это уже будет какой-то знак, чтобы канадца оставить в покое, пока им не торговать. До тех пор, пока сам рынок не насытится вот этим крайне очевидным по заблуждению мнением о том, что политика будет исключительно жесткой. По канадцу буду держать вас в курсе дальше. Пока что предлагаю, друзья, USDCAD все-таки сохранять с точки зрения длинных позиций и рассчитывать на то, что разочарование, о котором я говорил, может стать причиной отката. Еще хотел про Франко сказать и про американский фондовый рынок, но время уже поджимает, затянули мы, ну я думаю, что анализ опять же недели позволяет нам хотя бы в понедельник потратить чуть больше времени. Сегодня, не забывайте, пройдет еще вебинар в 16.30 по московскому времени. Завтра поговорим тогда про Франко и про американский фондовый рынок. Из важных событий сегодня в 12.00 ждем индекс цен производителей по еврозоне, это отчет, который сигнализирует показатели будущих, показатели инфляции. И в 11.30 еще строительный сектор по Англии, ну его эффект на экономику еще ниже, чем у производственного сектора, поэтому предлагаю просто взглянуть на него и также забыть. Для нас более важным является отчет по сфере услуг, который позже на этой неделе. На этом, собственно, все. Хорошей вам торговой недели, хорошей текущей торговой сессии. Не забывайте, что сегодня рынки будут вроде бы как тонкими, поскольку день труда и в Канаде, и в Соединенных Штатах Америки, и за это, собственно, у нас и отчеты по релизам едут. Но, судя по той динамике, которую мы видим в паре доллара японской и азиатской сессии, и не только открытия с ГЭПом, рынок весьма даже волатилен. Ну, будем смотреть, где, собственно, мы закроем торговую сессию по нашим с вами традиционным активам. Желаю вам удачной торговой сессии, спасибо за внимание, всего доброго, до свидания.